Всем привет! Меня зовут Катя, мне 14 лет, я занимаюсь инвестицией на 13 лет. Свою первую акцию я купила за 12 лет, в следующем 2 месяца я познакомилась с этой сферы. Всем привет! Недавно я снимал для вас видео о том, как начать инвестировать, если тебе еще нет 18 лет. Если не смотрели этот видеоролик, то обязательно посмотрите. В нем мы разобрались, что открыть брокерский счет можно только через того человека, кому уже есть 18 лет. В первую очередь у нас подпадают под эту категорию ваши родители, родственники какие-то, бабушки, дедушки, возможно дяди и тети. И бывает такое, что они отказываются это делать по каким-то своим причинам, о которых мы поговорим чуть попозже. Как же уговорить родителей открыть брокерский счет на свое имя и дать его в управление вам? Сегодня вы узнаете, как это сделать и что, если родители не хотят думать про инвестиции, стоит ли вообще инвестировать в подростку и какие есть альтернативы инвестициям и открытию брокерского счета. А перед началом этого видео хотел бы вам напомнить про подписку. Было бы здорово, если бы вы подписались на мой канал, потому что это мотивирует меня снимать больше видеороликов на тему инвестиций на свои граммы. Здесь, вот на моем канале, мы вместе с вами учимся инвестировать и делимся опытом друг друга. Я отвечаю на ваши вопросы как в комментариях, так и в виде видеороликах. Поэтому подписывайтесь, будет здорово. Чтобы ответить на вопрос, как уговорить родителей открыть брокерский счет, необходимо сначала понять, почему это вообще их нужно уговаривать. Ответ очевиден. Либо ваши родители сами не интересуются инвестициями и никогда ими не интересовались, не знают, что это такое в принципе. Либо они уже занимались инвестициями так называемыми, потому что очень много компаний под это дело косят. И они вкладывали свои деньги в какие-то сомнительные фирмы, потеряли какую-то часть, а может быть даже и все. И теперь думают, что все инвестиции, которые рекламу они видят и так далее, что все инвестиции это развод и кидалово. Окей, мы разобрались, почему родители не хотят открывать брокерский счет. Теперь необходимо их уговорить. Я подумал, что лучше всего на этот вопрос ответит подросток, которому уже удалось это сделать и который уже начал инвестировать до 18 лет. Именно поэтому я пригласил Катю. Дадим ей слово. Давай сначала познакомим, наверное, зрителей с тем, кто ты такая. Как долго ты занимаешься инвестициями? Вот это все. Всем привет, меня зовут Катя. Мне 14 лет и я занимаюсь инвестициями. Я занимаюсь инвестициями с 12 лет, то есть уже больше двух лет. Я куратор на курсах по инвестициям, ассистент независимого финансового советника. Я изучала и анализирую стандарты международной финансовой отчетности и выступаю спикером на инвестиционных форумах. Первый вопрос. Как ты начала инвестировать и как ты справилась с родителями, как ты их уговорила, чтобы они открыли брокерский счет на свое имя и ты инвестировала через них? Лично я сначала рассказала маме, чем я начала увлекаться. И мы с ней начали вместе с этим разбираться, она мне тоже с этим помогала. И сначала я ей просто дала свои карманные деньги, которые были у меня, и попросила только их положить на брокерский счет, который она откроет на себя. То есть в случае с каким-то брокершем у нее бы не было никаких потерь. И поэтому она согласилась. И потом уже, когда я начала с какой-то периодичностью свои деньги инвестировать, она увидела, ага, у нее уже есть какой-то успех. Ну, значит, я ей тоже дам денег, типа управления, и дам вас. Кать, вот скажи, как ты думаешь, почему многие родители отказываются открывать брокерский счет? Причина несогласия родителей с открытием счета в том, что очень много сейчас существует мифов и стереотипов об инвестициях. Там то, что биржа – это казино, то, что это для богатых. Но это все исходит из незнания о том, что такое инвестиции и как это все происходит. Поэтому сначала нужно понять, на чему родители не хотят этого делать. Какой бы ты дала совет другим подросткам, которые хотят уговорить своих родителей? Расскажи про свой опыт. Чем ты пользуешься? Это нужно делать постепенно. Вот я, например, я часто гуляю со своей мамой, и я ей там могу о чем-то затирать. И о чем-то рассказывать. Например, например, например. У меня такое было, это не связано с инвестициями. Я раньше и сейчас увлекалась, особенно раньше, увлекалась религиями. И когда-то я начала читать о сатанизме. И не том сатанизме, где там убивают, вот это вот все. А о том, как о религии. Ну там очень много подробностей, я сейчас не буду вдаваться. Но я начала, когда мы с мамой гуляли, что-то об этом ей рассказывать. И как-то вот по чуть-чуть, иногда, потому что у меня была цель, чтобы она мне купила книгу, которая называется «Сатанинская Библия». Потому что мне это было очень интересно почитать. И в итоге ей самой стало интересно, что это. И она мне купила эту книгу. И я думаю, так можно делать и с инвестицией. Ты ее подвела так потихоньку, да? Да, ну то есть это не один раз ты сделала, то есть упоминала про это. В ходе разговора, да, там, в ходе прогулки, такая невзначай. Вот сатанинская Библия. Хочу, чтобы кто-то мне купил ее. Да, там, кстати, недорого. Вот, да, да, да. Первоначально стоит сказать родителям в такой ненавязчивой форме, так сказать, намекая, что вы заинтересовались этой темой. И независимо от их реакции, что они скажут, это хорошо, плохо, то есть, ну, родители у всех разные. Вы сказали, что я начал интересоваться инвестициями, какую-то литературу, возможно, читаете. Возможно, при них прямо смотреть видео на Ютубе про инвестиции. И, кстати, выбирайте тех авторов, которые говорят максимально складно, максимально профессионально. Это должны быть люди-эксперты, у которых есть уже какой-то навык, какой-то опыт инвестиций. И однозначно это не один год. Эти люди знают, что они делают. Они подходят наверняка к этому с умом. У них есть стратегия и план четкий инвестиционный. Я могу порекомендовать один единственный канал. Он называется InvestFuture. Можете как по-русски, так и по-английски забить в Ютубе. Зайдете и посмотрите все. Вы будете смотреть и слушать видео в присутствии ваших родителей. И так или иначе, они будут краем уха слышать, что там разговор про инвестиции ведется, про какие-то деньги. Что, возможно, это не так уж и страшно. Можете вот так это делать. И я думаю, что это будет потихоньку поселять в их голове, в их мозгу мысль о том, что инвестиции, а что же это такое? То есть это и их заинтересует. Возможно, и они сядут за компьютер и загуглят, что же такое инвестиции. Возможно, и не все так страшно. Если мы сталкиваемся, ну вот подросток сталкивается с тем, что ну как бы ты не уговаривал, да, там, ну прошел уже год, все говоришь, говоришь про инвестиции. Родители или там, ну родственники, да, через которых можно это все организовать, они ну никак прям не поддаются. На уговоры, ну не идут. Что можно в этом случае делать? После того, как вы уже самостоятельно прочитали какую-то информацию, вы еще не открыли брокерский счет, но вы уже знаете плюс-минус что и как делается. С этим багажом знаний вы можете использовать вот тот лайфхак, о котором сейчас вам скажет Катя. Ну, после изучения литературы различной, у многих брокеров есть такая функция, как открыть дэму счет. Это когда брокер дает условную сумму денег, то есть, ну, не настоящую в управлении, и ты там можешь покупать все, что хочешь. И это дает очень хороший опыт в управлении. И плюсом может идти то, что вот, например, спустя год после управления дэму счетом, ты можешь показать родителям, вот, смотрите, у меня там 10% доходность. И, возможно, их это подтолкнет на открытие счета в реальном. А вот, что помимо брокерского счета, может быть, просто депозит открыт. Тебе дают какие-то карманные деньги, и ты, чтобы научился их откладывать просто наоборот. То есть, инвестиции, это же не только те деньги, которые ты хочешь как-то заработать с них или приумножить. Это, в первую очередь, должны быть свободные деньги, которые ты не потратишь на чипсы, условно говоря, какие-то вот такие повседневные нужны. Первоначально, наверное, стоит научиться именно распоряжаться деньгами, которые тебе там тем или иным образом приходят от родителей, либо ты где-то подрабатываешь. Что можно использовать? Когда я обучалась независимому финансовому советнику, я узнала то, что каждый человек должен иметь свою подушку безопасности. Это именно то, о чем ты говоришь, что, ну вот, то, что ты не потратишь на чипсы. Это должна быть сумма в размере от 3 до 6 ежемесячных заправок. И я ее себе понемногу создаю, то есть, примерно 15-20% с каждого дохода я просто откладываю. То есть, я даже не отправляю эти деньги на инвестиции, я их не кладу на счет, я их просто убираю. Да, они там могут гореть от инфляции каждый год, но, тем не менее, это деньги, которые я могу в любой момент взять, если у меня вдруг будет какая-то клиническая ситуация, но и в то же время я их не беру просто потому, что хочу там купить себе шоколадку. То есть, ты делаешь параллельно, это вообще, кстати, очень классно. Ну, то есть, ты на инвестиции какую-то часть дохода откладываешь и параллельно с этим и на подушку. Круто. А у тебя подушка безопасности, она в каком варианте существует? Она просто на карте отдельно. Ага, то есть, ну, на нее никакие проценты вообще не действуют? Нет, ну, нет, это возможно, чтобы действовали проценты, но мне это не так нужно. От себя хочу добавить, что, возможно, финансовая подушка безопасности для подростка не так актуальна, как для взрослого. Когда ты живешь с родителями, все траты, которые происходят у вас в семье, они происходят из кармана родителей, как правило. И ребенок тут не является источником финансов. Его доход, даже если он чем-то и занимается на фрилансе, он не приравнивается к доходу вашей семьи, там, отца или матери. Поэтому финансовая подушка для подростка может, в принципе, отойти на второй план, и вы можете сосредоточиться на том, как откладывать больше денег. Вы получаете карманные деньги, может быть, вам просто родители их дают, или на школьные обеды, на покупки в магазине, вы там сдачу себе забираете. Вот вам нужно научиться эти деньги копить. Возможно, не вкладывать, потому что, ну, вдруг так получится, что у вас не выйдет уговорить никого из родственников, никто не проявит интереса к тому, что вот вам хотелось бы попробовать. Возможно, тогда вам стоит просто-напросто начать откладывать эти деньги. Есть обычные вклады в банки, накопительные счета. Да, у них процент совсем небольшой, но это хотя бы что-то. Вот это, наверное, тот инструмент, который вы можете использовать прямо сейчас. И родители не будут против 100% открытия счета на ваше имя, там, либо на свое имя. Это, по-моему, с 14 лет уже можно получать как банковскую карту, так и открывать накопительные счета в этом банке. Пользуйтесь этой возможностью. И от любого своего дохода, который к вам тем или иным образом поступает, откладывайте какую-то часть, небольшую, чтобы вам не было это в тягость. Чтобы вы не думали, что вот я сейчас отложил 1000 рублей, грубо говоря, от 10 тысяч, и что вот эту 1000 я не думаю, как я ее, если что, достану оттуда, с этого вклада. Если мне понадобится она купить игру какую-нибудь, сладости, там, что-нибудь еще, не знаю, ну, все, что вы хотите. Это те деньги, которые должны оставаться на вкладе на счету, на сберегательном счету все время. То есть это ваш неприкосновенный запас. И чем меньше будет эта сумма, которую вы будете откладывать, тем легче вам будет смириться с тем, что вот эти деньги трогать не стоит. И у вас будет меньше соблазна взять их и потратить на что-то. То есть вы должны не думать, как потратить эти деньги, которые вы откладываете вот в этот депозит или вклад, а о том, как они будут зарабатывать у вас уже на брокерском счету, который вы сможете открыть. Возможно, это будет только в 18 лет, но к тому времени у вас накопится прям такая солидная, внушительная сумма. Поэтому пользуйтесь своей возможностью того, что вы живете с родителями. Вы не тратите деньги на еду, вы не тратите деньги на жилье, вы не тратите деньги на интернет, на телефон. Живя с родителями, у вас прям база такая хорошая образовывается, что у вас нету особо затрат, зато есть приход в виде хотя бы карманных денег, часть из которых вы можете откладывать на свое будущее. Ну и возникает такой вопрос. Я начал уговаривать своих родителей, пока что они на контакт особо не идут, но я не теряю надежды и пытаюсь как-то всяческим образом напоминаем про тему инвестиций. Возможно, скидываю какие-то ссылочки в WhatsApp, чтобы они смотрели, читали, там даже если не хотят, то им просто приходится видеть вот эти статьи, названия и так далее. И они так или иначе с этим делом уже ассоциируют вас, что вы хотите инвестировать. Вы откладываете, например, какие-то деньги просто в стол, вот вам дают наличку и вы кладете их себе там в шкатулочку. Возможно, даже открыли вклад. Все здорово, классно, у вас есть вклад, там есть какой-то небольшой процент, это прям идеальный вариант. И все-таки, а стоит ли вообще инвестировать, то есть окупятся ли вот эти все ваши усилия, потому что ты уговариваешь родителей, тратишь на это время, откладываешь какие-то копейки, там рубли, деньги на вклад или просто вот так откладываешь, не тратишь их, хотя мог бы купить там какие-нибудь продукты, товары, там айфон, например, приобрести. Стоит ли оно вообще того? Обязательно ли заниматься инвестициями подростку? Давайте спросим у Кати. Конкретно инвестициями не обязательно заниматься в подростковом возрасте, просто я начала этим заниматься, потому что мне это было интересно и я этим хотела заниматься. Но изучать финансовую грамотность и там ту же самую подушку безопасности себе создавать, это обязательно знать всем, потому что в любом случае каждый человек столкнется с экономикой, с деньгами в своей жизни. Поэтому у нас свою грамотность нужно знать всем, а инвестиции это уже возможно придет с возрастом. В принципе вопросы закончились. Ребят, на этом моменте давайте отпустим Катю, не будем ее больше сегодня мучать, дадим ей слово, чтобы она рассказала про свой инстаграм и подведем итоги этого видеоролика. У меня есть инстаграм, который посвящен инвестициям, в частности инвестированию подростков, где я рассказываю о различных финансовых инструментах, рынках и деривативах и так далее. Поэтому, если вам интересно, буду рад, если вы подпишетесь. Спасибо тебе большое, увидимся, надеюсь еще вопросы какие-то будем вместе с тобой обсуждать. Да, увидимся. Все, давай, пока-пока. Ну что ж, ребят, я надеюсь этот видеоролик вам был полезен. Вы увидели, как подросток может инвестировать. Катя доказывает это на своем примере, она начала инвестировать с 12 лет и продолжает это делать до сих пор. Если у вас остались еще какие-либо вопросы ко мне, либо к Кате по теме инвестиций для подростков, задавайте их смело в комментариях под этим видеороликом. Я думаю, что она не будет против, если вы также напишите ей в инстаграм. Переходите и подписывайтесь на ее профиль, она там рассказывает очень много полезного и интересного для подростков простым языком. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал Успе до пенсии. До встречи в новых видеороликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok